По версии обвинения Олег Пулатов участвовал в перевозке ЗРК «Бук» по территории подконтрольной боевикам в июле 2014 года. Охранял его, а также находился возле установки в момент пуска ракеты. На следующий день после трагедии СБУ опубликовало телефонный разговор, на котором еще один обвиняемый по делу МХ-17 Сергей Дубинский, он же Хмурый, обсуждает транспортировку установки к месту, откуда был сбит самолет. Позывной «Гюрза», о котором говорит Дубинский, в то время использовал именно Олег Пулатов. Он сам это признал во время интервью, которое для суда записали на видео его адвокаты. Какие у вас были позывни или позывной? У меня было несколько. Многие из них уже опубликованы в сети интернет. Я известен для следствия под позывным «Гюрза». То, что Пулатов находился возле установки, подтверждает еще один телефонный разговор между обвиняемыми Дубинским и Харченко, записанный через 20 минут после катастрофы, когда боевики еще не знали, какой именно самолет сбили. В день катастрофы был записан очень показательный разговор. Звонок сделан вечером, уже после запуска ракеты. Боевики обсуждают трудности, которые возникли с одним из членов экипажа во время перемещения зенитной установки. Во время интервью Пулатова впервые прозвучал еще один разговор, записанный 17 июля 2014 года. В нем фигурирует уже непосредственно «Гюрза». И речь там также о поисках пропавшего члена экипажа «Зааркобук». В своих показаниях Пулатов не ставит под сомнение подлинность перехватов, но утверждает, что все упоминания о «Зааркобук» в разговорах боевиков – это сознательный обман. Это была дезинформация, которая была направлена на то, чтобы ввести противников в заблуждение о характере наших действий и добиться преимущества в некотором плане в тех тяжелых условиях, в которых мы находились. По мнению экспертов, подобные заявления не выдерживают критики, поскольку кроме перехватов есть множество других доказательств, которые подтверждают версию следствия. Понимаете, опять же, радиоигра, она должна содержать там процентов 60-70 неправды, лжи, дезинформации. Здесь абсолютно все четко совпадает, понимаете? То есть такая интересная радиоигра, когда противнику сливается 100% информация даже в мелочах. Вот если эти разговоры привязывать к другим событиям, телефонные звонки, свидетели, которые видели БУК по этой трассе, свидетели, которые были там рядом из числа сепаратистов, которые все это видели, понимаете, то говорить, что эти телефонные разговоры не соответствуют действительности, это просто глупо. В то же время Пулатов в своих показаниях говорит об украинском БУКе, который якобы был в районе катастрофы. Мы точно знали на тот момент, что в районе населенного пункта Зарощенска имелись развернутые на позициях системы БУК украинской армии. Впервые об украинском БУКе в Зарощенском заявили представители Министерства обороны РФ еще в июле 2014 года. Правда, доказательств этой версии международная следственная группа так и не получила. Ни спутниковых фотографий нет, ни следов этой техники нет, никаких радиоперехватов из Зарощенского, там что там украинский БУК между собой что-то разговаривал, нету. Никто не видел, как он туда шел, не только видел, как он туда вышел. Следствие четко показало, причем даже представило опять же телефонные радиоперехваты сепаратистов, которые общаются между собой и подтверждают, что Зарощенское было тогда, в общем-то, под ними. За несколько дней до судебного заседания, на котором были обнародованы показания Пулатова, в сети появилось интервью еще одного обвиняемого по делу МЭЧ-17, Сергея Дубинского. Боевик в точности повторяет версию об украинском БУКе. Интервью он дал изданию «Бананза Медиа». Его основатель Яна Ярлашова ранее работала на прокремлевском телеканале «Раша Тудей». В начале открытия этого процесса прокуроры в голос назвали видание «Бананза Медиа» как приклад того, что в Нидерландах разгортается целая кампания против следствия. Это видание стало площадкой для расширения многих так называемых альтернативных версий, которые нивелюют роль России в этой катастрофе. Так в чем же причина внезапной активности обвиняемых по делу МЭЧ-17? Нидерландский адвокат Олега Пулантова, они кажут, что наш клиент сделал заявку, он в этом не винный, давайте тогда проверять альтернативные версии. Во-первых, они сказали, давайте проверим, если действительно из БУКУ все-таки сбили Бояна. Во-вторых, давайте проверим, если действительно это был БУК сепаратистов. Завтра мы взяли, что у сепаратистов был БУК. Из телефонных разговоров давайте опитаем всех, кто в них был в участии. Найочевиднейший висновок из этого, то, что им нужно, они хотят, чтобы до разговора справы, по сути, прошло, как у многих, больше времени, еще, может, лет или два. Российская оппозиция, в том числе, что мы отрицаем обвинения, но создаем информационный шум, накидывая очень много версий разной степени достоверности и разной степени идиотизма, для того, чтобы создать такое впечатление, что настолько все непонятно. Да там правды не найдешь, мы ее никогда не узнаем. Понимаете, да, то есть это вот тот самый, как бы, вот камень, знаете, который бросается, кстати, как бы в надежде, что вода камень точно. По версии голландской прокуратуры, Боинг-рейса MH17 был сбит ракетой зенитного комплекса БУК, который прибыл на Донбасс с территории России и принадлежал 53-й бригаде ПВО вооруженных сил России. В результате удара погибли 298 пассажиров и членов экипажа самолета. Суд по этому делу начался в марте 2020 года.